друзья всем привет в этом видео будет обзор новинки от компании kai select модель kr2 это уже обновленная версия обзор версии просто кр я делал на канале кому интересно ссылка будет в описании это же уже более прокачанная более интересная версия 2 что здесь интересного заявляет производитель двойной процессор тройная скорость здесь используется два процессора и написано два процессора тройная скорость потому что еще и включается в работу графический ускоритель получается производительный процессор на 240 мегагерц и есть еще энергоэффективный на 96 когда используются несложные задачи там например секундомер таймер используется энергоэффективный процессор когда же там происходит мониторинг здоровья и другие ресурсоемкие функции тогда включается высокопроизводительный процессор это дает возможность хорошо экономить заряд батареи и когда нужна быстрая производительность включать ее также благодаря графическому ускорителю 60 герц частота обновления здесь заявлено как это работает мы все конечно же проверим здесь анимированные циферблаты приближенный к 3d стилю далее используется быстрая версия bluetooth 5.3 bluetooth звонки голосовой ассистент здесь все есть мониторинг здоровья amoled дисплей с пиковой яркостью 1000 нит и функцией always on display когда экран постоянно включен смотрим на ключевые возможности на упаковке они перечислены дисплей 143 дюйма написано full hd amoled с функцией always on display детальная статистика тренировок и здоровья работает с приложением к select us версия 2.0 функциональные кнопки емкость батареи 360 миллиампер и 100 режимов тренировок все полезные ссылки как обычно оставлю в описании под видео сейчас и совместимы как с айфонами так и с android устройствами делаю распаковку и сейчас будем смотреть как это все работает поставляются следующие упаковки как обычно все ссылки оставлю в описании под видео упаковка презентабельная внутри сами часы с с ремешком и плюс дополнительный ремешок и в комплекте один ремешок черный силиконовый с металлической пряжкой и второй ремешок магнитный ремешки здесь съемные и можно заменить далее смотрим на комплектацию кабель для зарядки зарядка удобная магнитная время до полного заряда составит два часа и еще конечно же в комплекте поставляется документация и друзья удивительно это первый раз такое вижу молодцы в комплект положили плотную защитную два с половиной d пленку что очень классно не нужно покупать отдельно для дополнительной защиты дисплея и документация эта версия глобальная по параметрам bluetooth 5.3 это быстрое и энергоэффективное соединение более устойчивая связь степень защиты ip68 это получается более одного метра погружения в воду но не более 30 минут вес 39 грамм емкость батареи 360 миллиампер почему здесь не полная водозащита потому что есть микрофон и есть динамик для громкой связи по bluetooth и для голосового ассистента у часов справа три кнопки центральная кнопка она нажимается и также крутится боковины часов выполнены из металла с обратной стороны расположены датчики и контакты для заряда ремешки съемные и вы можете подобрать любой который вам понравится часы на руке выглядят следующим образом не кажутся громоздкими и такие легкие практически не ощущаются это у меня с ремешком магнитным и вот таким образом выглядит с классическим ремешком который идет в комплекте у классического ремешка в чем плюс в том что во первых фиксация более надежная и плюс еще у классического ремешка в том что здесь много отверстий чтобы дышало запястье работают часы с фирменным приложением к select в play маркете она доступна и для айфонов webstore делаю первое подключение часы найдены после друзья подключения обязательно обратите внимание нужно обновить прошивку до последней версии чтобы часы работали лучше чтобы пришли все исправления для этого заходим в устройство далее вот новые написано нажимаем и вот у меня текущая версия хотите обновить часы прямо сейчас правда часы должны быть заряжены на 30 процентов минимум проверяем чтобы заряда часов хватило и обновляем то есть друзья отлично то что производитель улучшает часы улучшает программное обеспечение и вот приходят обновления какое-то время нужно было подождать чтобы произошла загрузка обновления на смартфон и после чего уже передается обновление на сами часы дожидаемся обновления обязательно не отключаем смартфон не отключаем часы и ждем пока часы обновятся полностью все часы обновились и теперь будет самая актуальная прошивка и часы будут работать лучше ну что друзья потестировал я эти часы и пожалуй это одни из лучших часов к селект который я тестировал на своей практике мне тут понравился и дисплей и отзывчивый достаточно как дисплей так и интерфейс и вот эти вот фишки с 3d анимацией живые обои это конечно очень классно смотрится можете оценивать и этих циферблатов очень много ips дисплей достаточно качественный пиковая яркость здесь составляет 1000 нит автояркости нет но можем вручную регулировать вот это я сейчас включил на максимум яркость и на улице этой яркости прямо очень хватает максимальной яркости дома конечно такая яркость максимально не нужна к тому же плотность дисплея просто отличная 466 на 466 пикселей рамки до рамки есть круглые но качество дисплея перекрывает я считаю зернистости вообще не отмечено касаемо работы плавности в 60 герц возможности проверить эту величину нет но интерфейс визуально работает достаточно плавно вот можете оценивать если сравнить ми бэндом восьмым здесь тоже 60 герц частота обновления дисплея то мне кажется что у ми бэнда восьмого интерфейс работает немножко поплавней хотя тоже все может зависеть от самой прошивки здесь у нас дисплей более круглый здесь прямоугольный поэтому сложно сравнить еще небольшой тест плавности здесь у нас 60 герц это ми бэнд восьмой здесь 30 герц но здесь заявляет производитель тоже 60 герц вот мне кажется что то между ми бэнд восьмым и седьмым и 60 вот здесь все таки более плавно давайте протестируем функцию always on display функция always on display здесь называется темный экран здесь такой своеобразный бывает перевод в принципе перевод хороший но иногда вот такие вот есть штуки вот темный экран например always on display и здесь у нас касаемо стиля либо авто либо случайный и тестируем функцию always on display когда экран постоянно включен вот таким вот образом где-то 30 процентов яркости в принципе информацию видно давайте сейчас свет выключим вот вечером в темноте будет просто отлично потом нажимаем и происходит разблокировка давайте еще протестируем случайный always on display в случайном варианте вот каждый раз когда мы делаем включение выключения часов у нас разное отображается функция always on display несколько вариантов и работу дисплея тоже можем выставлять от 10 секунд и выше по интерфейсу чтобы переключить циферблат просто делаем скролл здесь много различных вариантов причем когда мы выбираем циферблаты циферблаты есть такие с виджетами то есть нужно мне позвонить выбираю прям с циферблата нужно допустим измерить мониторинг пульса все это можно сделать очень кстати классная анимация при включении различных режимов но это благодаря графическому ускорителю отдельному нужно нам сделать управление музыкой пожалуйста можно это все запустить с виджета соответственно здесь у нас сразу завода уже в самих часах много различных циферблатов этот вот циферблат прям очень анимированный прям он 3d шный если вам мало циферблатов заходим в приложение и здесь этих циферблатов просто очень много вот я свайпаю вниз нужно подождать подключиться к интернету чтобы это все прогрузилось и здесь вы точно на свой вкус подберете любой тот который вам понравится нереально много повторюсь далее вот местный это мы можем делать кастомные циферблаты задавать картинку делать фотографию все это поместить на циферблат и выбрать нужные блоки интерфейс часов удобен свайп вправо у нас появляется менюшка где мы можем включить номера набиратель позвонить по bluetooth запустить голосовой ассистент установи будильник на 5 утра все будильник установлен заходим в будильник будильник установлен и таким образом можно включать музыку запускать приложение и так далее ну то есть все функции голосового помощника быстрое включение тренировок статистики сообщения здесь конечно же уведомление мы можем смотреть на этих часах и переключение в главное меню в главное меню мы можем переключиться при помощи вот этой кнопки нижняя кнопка у нас отвечает за переключение к тренировкам здесь у нас 100 режимов тренировок на самом деле они здесь отображаются не все самые лишь основные но если вам этого мало на приложении нажимаем плюс в режимах тренировки здесь ненужные можем подключать и которые сейчас включены либо добавить то есть здесь 100 тренировок режимов распределены по категориям и вы можете выбрать та тренировка которая вам нужна и подгрузить на часы я потестировал в режиме тренировки очень удобно можно смотреть интенсивность часы сами определяют зависимости от нагрузки после тренировки вы можете посмотреть уже свою пройденную тренировку детальную информацию тренировки все здесь друзья есть есть графики вот сейчас ниже мы посмотрим конечно же есть дополнительные настройки тренировок где мы можем на примере бега задать расстояние время потраченный килокалорий настроить цель и если мы запустим тренировку да здесь функции gps нет нужно использовать либо телефон если вам нужно трек будет построить так вот когда мы запустили тренировку свайпом вправо мы можем управлять музыкальным плеером здесь нас отображается основная информация и либо на паузу установить либо завершить тренировку а кнопка выше переводит в ждущий режим часы а также пробуждение в настройках вы можете включить функцию при поднятии запястья чтобы часы включались работают отзывчиво тестируем функцию звонков есть журнал звонков контакты и клавиатура это уже у нас номера набиратель приложение если мы зайдем в контакты через добавить контакты можем добавить контакты и таким образом с телефона импортировать контакты в часы давайте же сделаем тестовый звонок и протестируем 1 2 3 4 5 6 я говорю с часов как меня слышно хорошо а ну скажи еще что нибудь 1 2 1 2 3 4 5 слышно отлично когда идет входящий звонок есть еще функция сообщения если не можете взять трубку можно смахнуть заготовить заранее допустим сейчас я не могу взять трубку и уже готовым шаблоном сообщением отправить сейчас например я занят вот таким вот образом а также друзья отображаются сообщения все корректно на русском языке все отлично текст четкий благодаря хорошей зернистости свайпом вниз быстрый доступ к определенным настройкам это у нас дисплей режим не беспокоить можно включать либо выключать внешний динамик настройки быстрый доступ к настройкам и свайп вправо еще дополнительные функции функция фонарик где у нас дисплей включается на максимальную яркость ночью будет тоже очень удобно интерфейс меню можно выбирать на свой вкус три варианта доступно список либо вот еще два дополнительные настройки звука есть возможность выбрать входящий звонок либо уведомление насколько громко играть звук мелодию и вибрацию есть возможность включать либо выключать касаемо системы есть дополнительные настройки там перезагрузка выключение кстати часы можно полностью выключать он зажимаем и удерживаем кнопку вот эту вот нажатием на центральную кнопку переходим в меню главных настроек тренировки мы уже рассмотрели функция измерения пульса кстати воздух не измеряет вот если мы просто так вот будем держать то у нас появляется ошибка в приложении можно настраивать мониторинг пульс далее активности здесь сколько я шагов прошел потраченные килокалории расстояния и так далее свайпом вниз более детальная информация телефон рассмотрели соса в приложении на смартфоне есть специальная опция при помощи которой мы можем добавить телефон так называемый экстренный контакт и таким образом если мы нажмем и будем удерживать кнопку внизу какое-то время то произойдет быстрый вызов измерение уровня кислорода в крови вот в каждом режиме такая классная анимация дыхательные упражнения есть можно задавать параметры 1 2 3 минуты скорость определенную выставить можем то есть часы друзья очень функциональный женское здоровье стресс мониторинг стресса можно также выставлять голосовой помощник рассмотрели даже друзья есть четыре игры вот первая игра 2 3 4 такая несложная игра еще одна игра и еще одна игра помню в предыдущей модели тоже была но здесь уже немножко перерисованная графика даже есть функция измерения настроения вот называется эмоции измерение готовые у меня хорошее получается настроение управление камерой смартфона можно делать управление музыкальным плеером смартфона сон посмотреть будильник даже самих часов можем настроить будильник таймер помодора умный есть для эффективной работы соответственно мы задаем время например 30 минут мы работаем или 35 и после чего таймер помодора нам скажет что пора отдохнуть для продуктивной работы погода фонарик калькулятор есть очень удобно все работает мировое время таймер и секундомер друзья в чем плюс в том что работает фоне допустим я запустил таймер свернул и когда мне нужно зашел все работает такая же история с секундомером включил пошел секундомер захожу все работает ну и настройки здесь уже много настроек различных с главного экрана свайпом вправо мы переключаемся между функциями с этого же режима сразу свайпом вниз детальная статистика идем далее вот таким вот образом это друзья работает теперь посмотрим на само приложение к select достаточно удобно и все интуитивно понятно здесь у нас уровень заряда батареи прошивка у меня уже обновлена я показывал как это сделать очень много циферблатов это мы тоже рассмотрели настройка уведомлений можно даже напоминание добавлять что очень классно пишем время сколько раз повторить и напоминание здесь печатаем чтобы нам не забыть далее даже можно включить функцию попить воду сколько интервал время старта окончания и даты напоминания будильник можем настроить будильник к сожалению умного будильника нет который отслеживает фазы сна например у некоторых часов есть напоминание помыть руки тоже есть если вам нужно можно это включить напоминание разминки тоже можно включить и также настроить это включении функции звонилки это Это добавление контактов, погода, соц добавлять, управление камерой, поиск часов, мировое время, блокировку пароля можно сделать. Электронная карта – это формирование QR-кода. Насколько я понял, это более актуально для Китая. Быстрые ответы SMS можно напечатать, как я показывал. Автоматический мониторинг – это включение функции мониторинга. Пульса можно включать автоматически, но, конечно же, время автономной работы сократится. В зависимости, если будет через каждые 5 минут происходить измерение, то автономно они смогут проработать поменьше. Автономную работу далее расскажу. Интервал мониторинга – можно задавать порог минимального и максимального пульса, чтобы часы нам сказали, что либо низкий уровень пульса, либо высокий. Это можно тоже настроить. Уровень измерения кислорода в крови – тоже есть возможность настроить, задать интервал. И уровень стресса – тоже можно включать мониторинг. Далее еще дополнительные настройки. Яркость можно даже задавать с самого смартфона. Далее у нас тренировки есть. Я уже показывал, что можно добавлять тренировки. И активность – здесь просмотреть всю свою активность. Это количество пройденных шагов, потраченные килокалории, расстояние, частое измерение сердцебиения, уровень измерения кислорода в крови. Здесь мы можем более детальную статистику посмотреть. После тренировки подгружается автоматически статистика более детальная. Можно посмотреть со смартфона. Вот это область, где у нас активность. Мы можем редактировать и ненужные функции отключать. Автономная работа. Заряжаются полностью часы, как я и говорил, 2 часа. С 0 до 100%. Время в эконом-режиме автономной работы. Если мы включим ей специальный энергосберегающий режим, то в таком максимально энергосберегающем режиме часы смогут проработать до 15 дней. А если использовать часы в стандартном режиме, то получается от 4 до 5 дней. Если включить все функции мониторинга, здоровье, яркость на максимум, все функции, то от 2 до 3 дней. Ссылку на эти часы, кому интересно, я оставлю в описании под видео. По итогу, друзья, хорошее изготовление, хороший материал из металла, качественный ремешок, съемный ремешок. Очень классный дисплей. Да, рамки есть, но сам дисплей, конечно, суперский. Как зернистость, так и яркость, так и графический ускоритель, благодаря которому у нас классная анимация, удобный интерфейс. Тачскрин тоже работает исправно. Да, у этих часов нет GPS, но с GPS они б стоили еще дороже. И двухъядерный процессор. Часы работают достаточно шустро и автоматически сами понимают, когда необходимо включить быстрый процессор, а когда более медленный, энергоэффективный. Чтобы часы максимально корректно и плавно работали, то нужно прошивку обязательно обновлять до последней версии. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока и до встречи в новых видео.